всем привет меня зовут маша долганова добро пожаловать на мой канал здесь мы говорим о счастье о том что делает нас счастливыми и как можно влиять на благополучие людей с помощью политики сегодня начнем серию роликов о хороших городах таких в которых легко дышится где чувствуешь себя в безопасности и отдыхаешь душой это будет первое видео в серии в которой я расскажу как создавать такие городские пространства в которых хорошо людям в подготовке этого видео я опиралась на книгу недавно вышедшую книгу которая называется restorative series и она подробно разбирает что делает город хорошим с точки зрения психического здоровья и благополучия его жителей и как создавать в городе восстанавливающую среду так что же как строить города для счастья согласно авторам этой книги хорошая восстановительная среда то есть такая которая не стоит стресс а наоборот наполняет нас ресурсами складывается из семи компонентов первый компонент это озеленение то есть использование природных элементов городском пространстве второй это вода это расширение доступа к озерам рекам и любым водоемом в городе также искусственным источником воды таким как каналы пруды или фонтаны третий компонент это чувственный город здесь речь о том чтобы принимать во внимание все пять органов чувств для создания благоприятной среды то есть это и запахи и звуки и вкус и тактильные элементы далее добрососедские отношения это поддержка локальных сообществ и социальных связей которые как мы знаем является главным фактором благополучия людей немаловажным таким же фактором является физическая активность мы знаем что движение жизнь поэтому важно задаться вопросом как можно стимулировать жителей города больше двигаться еще один важный компонент комфортной классной городской среды это игровые элементы и стимулирование креативности это создание условий для такого игрового и творческого взаимодействия с городом причем не только детей но жителей всех возрастов и последняя инклюзивность в хорошем городе к ресурсам города доступ есть у всех категорий жителей сегодня мы рассмотрим первую характеристику хорошего города а именно что город должен быть зеленым здесь вроде все понятно наши управленцы городские роде тоже понимают что нужно высаживать деревья там газоны поддерживать в порядке и так далее но можно делать больше сейчас мы поговорим что именно нам самим тоже вроде как ясно что жить рядом с зеленым парком или гулять по аллеям в синих деревьев гораздо приятнее чем по бетонным улицам и серым пустырям но в чем польза природы в городе с точки зрения науки на эту тему есть много исследований и общий вывод из них такой природа просто жизненно необходимо нам для здоровья и благополучия связь с природой в виде прогулок по лесу или по парку а в некоторых случаях даже просто просмотр изображений природных ландшафтов помогают нам справляться с депрессией снижать тревожность стрессу вероятность развития различных ментальных расстройств и даже улучшать наши когнитивные или умственные способности у детей которые много времени проводят на природе во взрослом возрасте меньше риск различных психологических проблем природа не просто хороша для нас человек вообще-то неотъемлемая часть природы и в долгосрочной исторической перспективе наше вот это отделение от нее с помощью стен заборов и и прочего произошло практически вчера в мире с каждым годом развивается эпидемия психических расстройств и вполне возможно что урбанизация и отдаление людей от естественной своей среды одна из немаловажных причин этих процессов так почему же природа оказывает на нас такой восстановительный эффект авторы одной теории теории восстановления внимания рейчел и стивен каплан считают что природная среда которая по сути своей полна разнообразных стимулов она привлекает наше внимание мягко без особого усилия не вызывая усталость природе достаточно много разнообразия чтобы удерживать наше внимание но при этом оставить нам возможность размышлять думать о своем и при этом восстанавливаться в антропогенный же или созданный человеком среде наполнены машинами шумом и так далее внимание захватывается как бы силой такая среда требует полной концентрации и оставляет нам место для вот этой вот рефлексии и расслабленного размышления наоборот такой среде нам приходится прикладывать дополнительные усилия до чтобы там не попасть под машину чем она нас утомляет еще сильнее также природа помогает нам как бы дистанцироваться от проблем и забот повседневной жизни мы погружаемся в совершенно другой мир со своими процессами и ритмами тем самым отключаясь на время от стрессов и имея возможность отдохнуть от них и взглянуть на свою жизнь потом свежим взглядом на природе мы также можем погрузиться в состояние сравнимое с медитацией отключиться вообще от мысли о проблемах и переключиться на наблюдение созерцание природы а медитация имеет благотворный эффект на наше состояние что подтверждает огромное количество исследований короче говоря если вам казалось что природа это хорошо то здесь вы не ошиблись не у всех есть возможность все бросить и уехать в деревню жить ближе к природе так как же нам интегрировать природу в городскую среду что понимается под озеленением какие есть способы озеленения помимо обычных парков клумб и деревьев вдоль дороги и как может каждый из нас поучаствовать в озеленении своего города давайте разбираться вот зелеными зонами в городе мы будем понимать любые городские пространства включающие растительность то есть это парки частные общественные сады и огороды озелененные улицы газоны городские леса полисадники вертикальное озеленение и озелененные крыши зданий спортивные поля детские площадки с деревьями и кустарниками и другие наша задача как жителей требовать от муниципальных властей не просто раскидать пару парков в черте города и успокоиться на этом но создавать много разнообразных оазисов растительности прямо в жилых районах и на оживленных улицах нужно подойти к этому вопросу творчески использовать самые разные возможности для размещения в городе природных элементов при этом важно принимать во внимание характеристики зеленых зон которые определяют насколько они влияют на благополучие людей первое правило чем больше тем лучше обычно наши города очень далеки от оптимального озеленения различные исследования показывают что положительный эффект на ментальное здоровье оказывают пространства где растительность занимает от 28 до 43 процентов при этом речь именно о близлежащих к дому пространствах то есть один огромный парк на весь город не обеспечит потребности жителей всех районов в озеленении отсюда второй пункт доступность чем ближе к дому расположены зеленые зоны тем более благоприятно они влияют на здоровье жителей городам следует создавать зеленое пространство так чтобы у жителей был к ним доступ и они находились не дольше 5-10 минут пешком от дома тип зеленой зоны тоже имеет значение судя по всему чем более разнообразна растительность тем лучше например аллея под сенью липовых крон будет конечно лучше чем просто газончик и кусты вдоль дороги и уж точно гораздо приятнее чем металлический забор которыми у нас дороги часто обрамляют вид на природу тоже важен некоторые исследования показали что просто наблюдать за природой из окна уже полезно для нашего ментального здоровья поэтому хорошая идея озеленять дворы и прилегающие к офисам территории конечно же важны также и качество ухоженность эстетика и безопасность зеленых зон они сильно влияют на то как часто и охотно жители ими пользуются например шумные цветные аттракционы в парках негативно влияют на то насколько мы можем там расслабиться поэтому шумные аттракционы не стоит строить в обычных городских парках жажду развлечений можно утолять в специальных тематических парках и это не побеспокоит мирно отдыхающих и прогуливающихся с колясочкой жителей хорошая идея создавать максимальное разнообразие видов растений и животных на озеленном участке то есть не стоит во имя порядка высаживать одинаковое растение и оформлять весь парк одинаково зеленой лужайкой разнотравье разнообразные деревья и кустарники привлекающие разные виды птиц и мелких животных более позитивно сказываются на нашем восприятии уголка природы в городе конечно же очень важно учитывать климат и сезонность в использовании озелененных участков лавочки в парках должны быть доступны и очищены от снега круглый год в жару необходимо подумать о создающих тень деревьях и навесах системах водяного охлаждения а в мороз некоторые страны даже используют обогрев общественных пространств и центральных улиц чтобы они никогда не покрывались снегом и льдом время на природе тоже важно чем больше времени вы проводите в неделю на природе тем лучше для оптимального состояния нужно проводить на природе от двух до пяти часов в неделю сколько кстати сейчас проводите вы напишите в комментариях важность почаще гулять в лесу или в парке настолько велика что в некоторых странах например в великобритании сша или японии сейчас даже появилась такая практика зеленых рецептов или green prescription врачи специально выписывают своим пациентам время на природе к сожалению многим из нас требуется такое формальное напоминание чтобы оторваться от своих сериалов там и смартфонов и пойти погулять в парк так что я хоть и не врач но вам сейчас тоже пропишу обязательно сходите погулять в ближайший лес или парк как только досмотрите это видео можете даже принять лесную ванну или синрин йоку такая практика зародилась в японии и состоит в том чтобы самостоятельно или под руководством специального гида отправляться в лес осознанно чтобы там максимально прям полно погрузиться в атмосферу его и расслабиться как следует впитать в себя вот эту природу которая окружает вас в лесу скажите кстати говоря интересно ли вам было бы об этом посмотреть ролик ну что так как же впустить больше природы в наши города что мы как жители можем требовать от муниципальных властей или делать сами чтобы озеленить свой двор и прилегающие улицы начнем с локального масштаба и будем двигаться дальше на общий уровень города первое озеленять придомовые территории это понятно очевидно но здесь хочется отметить что не обязательно полагаться только на службы жкх можно долго ждать один кустик и не так и не дождаться жители вполне могут объединиться и создать зеленый уголок у своего дома самостоятельно разбить небольшой сад или общественный огород высадить цветы и многолетние растения я думаю соседи с благодарностью отнесутся к такой инициативе а вы получите пользу и небольшой зеленый оазис прямо в центре своего города далее озеленение двора и детских площадок конечно здорово когда детские площадки не закатаны в резину а имеют натуральные покрытия и растения которые еще и создают тень третье озеленение стены крыш такие практики для нас пока в дековинку но фасадное озеленение а также эксплуатируемые крыши то есть крыши на которые можно выходить там можно какие-то растения выращивать это отличный способ разнообразить и оживить свой район здесь конечно потребуется побегать с согласованиями но добиться разрешения на доступ к крышам теоретически реально в крайнем случае вы всегда можете озеленить свой балкон или установить кашпо с цветами на внешние подоконники даже если вы живете на высоком этаже уличные деревья но здесь все понятно высаживать деревья на улицах это хорошо и правильно помимо того что это красиво и полезно они также создают тень в жаркую погоду и помогают очищать воздух пятое зеленые кромки тротуаров и ограждения вместо металлических заборов которые так любят наши власти ставить вдоль дорог тротуар от дороги можно отделять с помощью деревьев кустарников и других зеленых насаждений это одинаково или даже более безопасно потому что эти заборы могут разлетаться от столкновения во все стороны ранить тем самым людей но при этом это гораздо более эстетично и растительность гораздо полезнее для благополучия жителей шестое линейные парки и аллеи такие парки можно создавать даже на улицах с многополосным движением уходя от города для машин и выделяя лишние полосы под зеленые зоны седьмое карманные парки это такие мини парки которые можно разбивать на неиспользуемых городских участках прямо посреди городской застройки например какую-нибудь парковку преобразовать из там сейчас большое асфальтовое поле можно сделать это пространство озелененной зоной либо прямо между стоящими рядом домами озеленить вот эту вот дорожку которой пользуются люди такие парки должны находиться на расстоянии не более пяти минут от дома еще одним природным ресурсом в городе могут стать открытые спортивные объекты и территории муниципальных зданий у нас любят все что можно обносить высокими заборами но вообще-то хорошо когда на стадионы или там катки в жилом районе есть доступ для всех жителей если у муниципального здания есть своя территория озелененная там красивая то хорошая идея облегчить доступ на нее с разных сторон чтобы жители близлежащих домов могли свободно ей пользоваться нам сложно сейчас это представить но вообще например финляндии никто не обносит школы заборами и например катки или детские площадки у школ доступны для жителей района продолжим еще несколько идей озелененные участки видно который открывается из офисных зданий тоже вместо вида на парковку можно там поставить деревья в катках и что-то сделать чтобы эту парковку озеленить и скрасить также важно обращать внимание на пешеходные и велосипедные маршруты например создавать экотропы рядом с водоемами или велодорожки вдоль канала веломаршруты по всему городу для поездок на работу важно помнить что велосипедизация городов работает когда велоинфраструктуру строят не чтобы покататься а чтобы людям было удобно передвигаться на велосипеде по своим ежедневным делам тем более что велодорожками сейчас пользуются не только велосипедисты но и там люди на самокатах курьеры и прочее конечно же город озеленяют с помощью больших городских парков на расстоянии 15 минут от дома в идеале в городе должен находиться у вас большой городской парк который нельзя превращать в парке аттракционов или наводнять шумными кафе в шумных переполненных парках человек не восстанавливается и не отдыхает вместо этого там должно быть много растительности разнообразной много мелких животных тихо спокойно и красиво чтобы было как будто бы в лес выехали также городу важно обращать внимание на доступность транспорта к большим природным объектам например к лесу близлежащему хорошо создавать в прилегающих лесах пешие и веломаршруты также мест места для отдыха на природе и так мы сами разобрали почему природа в городе это хорошо и полезно на что важно обращать внимание чтобы создавать зеленые пространства способствующие отдыху и ментальному здоровью жителей а также какие именно варианты озеленения можно применять если ваш мэр все еще любит заборы вдоль улицы закатывает целые поля в асфальт покажите ему это видео вы можете и сами поучаствовать в озеленении своего района посадить дерево размыть клумбу или высадить питуньи у себя на окнах помните что зеленые города это залог нашего с вами здоровья благополучия и счастья ну и не забывайте регулярно выбираться на природу и принимать лесные ванны для лучшего эффекта на здоровье надо проводить на природе напоминаю 2-5 часов недели если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте ему лайк и поделитесь им с друзьями и конечно подписывайтесь на канал скоро здесь будет много интересных роликов до встречи а еще Субтитры сделал DimaTorzok